Привет! Вы на канале Тим Витович и Маша! Сегодня мы открываем новый библей! И это Рактавор! Привет, друзья! А также мы испытаем силу и выносливость Рактавора и вызовем к нему на бой несколько разных библейдов. Согласны? Да! Ну что, давайте распаковывать. Подожди! Сначала пусть напишут, кому передать привет. Да, ребята, кому передать приветики, пишите в комментариях. И у нас в субботу всегда выходит видео, где мы передаем вам приветы. Да! Ну что ж, открываем. Да! Что у нас там? Наверное, будет сейчас запускалка сразу. Ну да. Обычная такая запускалочка, мне кажется, у всех такая есть. самая простенькая. Да! Она самая первая наступала еще в самом первом библейке. Да, у нас, кстати, такая запускалка была самая первая, поэтому как бы мы можем ею пользоваться. Ничего удивительного. Дальше, что у нас здесь наклеечки, энергетический слой, такой оранжевый, энергетический слой у этого бэя в виде страшного крылатого зверя. Вот, и сейчас мы на него наклеим наклейки, и будет очень даже ничего красивенько. Так, вот наш диск, и где у нас наконечник? Диск прямо шикарный! Ты думаешь? Да! Так, драйвер наш, вот такого желтого цвета красивого. О, у нас металлический наконечник на нем, прикольненько. Так, ну что, Тимофей, давай собираем его? Да! Держи. Так, и вот он у нас уже в собранном виде. Осталось только стики наклеить, и можно сражаться. Да! Ну что ж, вот так вот выглядит наш рактавор уже с наклейками, со стиками. Прикольненький, правда? И у нас вот здесь вот такой наконечник металлический. Это бейблейд выносливого типа, поэтому будет прикольно, если он сразится с какими-то другими бэями, да? Это тоже выносливый этот... Зайтрон? Да! Ну, можно, чтобы они потом в конце сразились, и посмотреть, кто из них более выносливый. Ну да! Да, мне кажется, вот этот... А какие же мы другие еще возьмем? Луинор и Спрайзер. Луинор у нас тип атаки. Будет интересно, как этот рактавор вынесет вот такие вот атакующие моменты, да? Моменты. А Спрайзер у нас защита. Да! Ну что ж, попробуем, чтобы они все сразились. Да! Ну что, кто будет сражаться рактавором? Я! Так, у Маши рактавор, а у Тимофея все остальные бэи, да? Да! А какой у тебя первый? Бойно! Ну, это будет интересно! Выносливость и атака! Будем всего лишь, так как их много, будем всего лишь один бой проводить. И просто сравнивать, кто выносливее. Ну, или сильнее, да. На арене выносливый рактавор и атакующий Луинор. Три, два, один, стоп! Ого! Вот это Луинор разбил. Конечно, атака взяла свое. Да, все-таки первое очко команде всех бэев против рактавора. Следующий на арену против выносливого рактавора вызывается такой же выносливый Зейтрон. Три, два, один, стоп! Ну что ж, эти два выносливых волчка даже не соприкасаются друг с другом. Они не хотят. Да, это скорее всего, кто больше выдержит на арене. Просто кто первый и перестанет крутиться. Наверное, будет ничья. Не знаю, посмотрим. Так, все-таки рактавор сдался. И Зейтрон спокойно себе докрутился до конца. Да. Да. Ну что ж, команда трех бейблейдов против рактавора ведет. И последний бой – это Спрайзен, который защищается, и рактавор, который должен вынести все атаки. Ну что ж. Три, два, один, стоп! Как это он сюда залезет? Ого, ничего себе! Вы посмотрите! Рактавор даже немного атакует. Спрайзен защищается. Ииии, Спрайзен выжил! Посмотрим, да. Ииии! Он даже его разбил. Посмотрите, рактавор не справился с этим соревнованием. Я, ну сколько можно? Ну, 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 ноль, ну, я не знаю. У рактавора ноль очков. У меня нет слов. А у вас? У меня тоже. Маш, как так получилось? Не знаю. Ну, он в мультике сражался с вот этим вот, волтреком. Да, но... А мы забыли. А, волтреком, точно. А давайте в следующем видео снимем еще бой волтрека и рактавора. Ведь Роктавор хотел вызвать на матче реванш Волтрека Отлично А вы забыли Ну что ж, кто хочет в реальности увидеть бой реванш Роктавора и Волтрека Ставь лайк и подписывайся на канал Тим Битрич и Маша Пока, пока Пока, друзья Субтитры сделал DimaTorzok